В обиденное время у дома номер 10, у площади Аль-Фараби, неизвестные пырнули ножом молодого парня. Пострадавшая забрала скорая медицинская помощь. Прибывшие к месту преступления полицейские начали опрос свидетелей. По данному факту начато расследование. Продолжение следует... 26 августа в здании областной филармонии Мнишемши-Калдаякова вспыхнул пожар. К месту пожара прибыл 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Сотрудники департамента чрезвычайной службы и смотрят на эти учения смогли показать свой профессионализм. 80 человек зрителей, пришедших на концерт, были эвакуированы. Руководцы филармонии считают, что нужно чаще проводить такие учения. При эвакуации обнаружилось ряд недочетов. Такие учения в прошлом и позапрошлом году проводились в дневное время. А сегодня учения прошли в темное время суток. Спасибо всем сотрудникам. Мы многому научились. Сотрудники департамента чрезвычайной службы отметили, что если бы был настоящий пожар, им бы не помешала помощь дружественных ведомств. Единственное то, что из-за отсутствия сотрудников дорожной полиции нарушение техники безопасности. При проведении эвакуации людей это первая задача, но самая непосредственная техника безопасности, соблюдение самим участникам пожара. Ни один сотрудник не выставил оградительных буйков возле машин. АЦЛ вообще приехал сюда как на свадьбу. Сотрудники сидят в машине. Водители и руководители подразделения касаются. Примите к сведению. На данном боевом участке по сценарию должна производиться подпитка водой. Гидрант не обнаружен. Нет его. Указатель имеется. Гидрант не обнаружен. Рукавные люни проложили, сымитировали все, а гидранта не нашли. Руководство департамента чрезвычайной службы Южной Казахстанской области отметило, что такие учения будут чаще проводиться. Инспектор по делам несовершеннолетних обнаружил в парке Абая в темное время суток двух девушек 16 и 17 лет. Их проводили в опорный пункт полиции, где взяли анкетные данные и были вызваны родители. Продолжение следует...